Добрый день, Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как... Сейчас происходит на Украине это преступление, и Россия страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека, и этот человек Владимир Путин. Мой отец-украинец, моя мать русская, и они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну, и наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир, и еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы русские люди, думающие и умные, только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь. Они не могут пересажать нас всех. Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею. Вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс.